Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня покажу, как сделать самую маленькую смородинку, какую вы только видели. Недавно я ей просто объелась и вдохновилась на лепку миниатюры. А вы любите смородину? Какая вам нравится больше? Черная, красная или белая? Смотрите, я вообще даже про листочки не забыла. Ставь лайк, если нравятся мои идеи. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А в комментариях пиши свои идеи для уменьшения. А мы начинаем. Для листочков я взяла зеленую и красную полимерную глину фима. В зеленый я добавляю капельку красного и перемешиваю. Благодаря этой капельке красного цвета зеленый станет более естественным и похожим на цвет настоящей листвы смородины. Вот такой приятный оттенок получается. Теперь нам нужны сами листочки. Я нарисовала эти листочки карандашом на бумаге и вырезаю. Вот столько шаблончиков у меня получается. Теперь нужно раскатать зеленый пласт. Я раскатываю как можно тоньше этот пласт. А потом еще растягиваю руками, чтобы он стал еще тоньше. Чтобы были прям очень-очень тоненькие листочки. Накладываю этот тонкий пласт на стекло и хорошенечко прижимаю, чтобы он к стеклу прилип. Если у вас нет стекла, то можно взять керамическую плитку, например. Или просто какую-то ровную гладкую поверхность, к которой пластика прилипнет. И вырезаю листочки. Накладываю маленький бумажный шаблон. Чуть-чуть его прижимаю, чтобы он слегка прилип к пласту. И аккуратненько вырезаю по контуру. После чего убираю бумажную заготовку и обрезаю края пластики, чтобы остался только листочек. Убираю все лишнее. И таким образом я вырезаю много листочков разного размера. Конечно же у листочков должна быть маленькая веточка. Я катаю ее из такого же зеленого цвета, очень-очень тоненько, чтобы получилась ниточка. Нарезаю эту ниточку на маленькие части и присоединяю к листочку. Накладываю палочку с нахлестом на листочек и заглаживаю спицей, разглаживаю поверхность. Чтобы не было видно места стыка. Фактуру я хотела сделать отпечатком реальных листочков. Но она смотрелась слишком громоздкой. Все-таки листья они настоящие, а наши очень миниатюрные. Поэтому я придумала способ получше. Беру губку, накладываю на листочки и аккуратненько прокатываю, чтобы их не расплющило. Но чтобы осталась вот эта вот фактура, которая будет имитировать сетчатый рисунок листочков. А после этого иголочкой прорисовываю прожилки. Центральную, боковые и вот эти вот отходящие от центральных прожилок. Так рисунок листочков выглядит наиболее натурально. Здесь получается и сетчатый рисунок от отпечатка губки и прожилочки. И конечно же у смородинки края листочков такие вот все резные, кудрявенькие. Поэтому я беру лезвие с острым кончиком и аккуратненько прорезаю, делаю надрезы. И как бы их чуть-чуть в сторону отодвигаю, чтобы получился вот этот вот красивый резной край. И делаю такой край у всех-у всех листочков. Листочки получаются очень миниатюрные, милые и реально выглядят как настоящие листья смородины. Снимаю листья со стекла очень аккуратно при помощи лезвия. Как будто бы срезая их с поверхности. Смешиваю цвет для веточек смородины. Он точно такой же, но чуть светлее, чем цвет листьев. Поэтому в цвет листьев я добавляю немного белого и перемешиваю. Получается более нежный оттенок. Из этого более светлого цвета я катаю много палочек, чтобы нам хватило на все веточки смородины, сколько мы захотим сделать. Когда накатала палочки, нужно накатать еще и ягодки. Начинаем с черной смородины. Я беру кусочек черной полимерной глины и катаю длинненькую колбаску, но потолще, чем те палочки. И от этой колбаски нарезаем много небольших частей. Частички должны быть разного размера, потому что на одной веточке смородинки есть как ягодки побольше, так и поменьше. Но смотрите, чтобы они были примерно в одной такой вот размерной категории, чтобы не было слишком огромных. Чтобы они не смотрелись, как например яблочко и вишенка. Чтобы все равно это были ягодки с одного кустика. Конечно же все ягодки я катаю в маленькие шарики. И начинаю сборку веточки. Первая веточка у меня будет соединена с листочком. Накладываю палочку и немножечко ее изгибаю, прижимаю к листочку, чтобы она к листочку прилипла. Я нарезала много маленьких ответвлений от этой палочки и также присоединяю их к этой центральной веточке. Очень аккуратненько, спицей, либо можно толстой иголочкой и примазываю эти палочки к центральной веточке. Теперь на каждую палочку я кладу по ягодке. У начала основания веточки ягодки побольше, у конца веточки ягодки поменьше и заканчивается самой маленькой ягодкой. Также вставляю дополнительно палочку, чтобы положить ягодку сверху, чтобы была более пышная гроздь смородины. Пусть у нас будет хороший урожай. Хвостики ягод буду делать из золотой полимерной глины. Раскатываю ее очень тоненько и кончиком лезвия отрезаю очень маленькие кусочки и прикладываю к ягодкам. Чуть-чуть прижимаю. И таким образом я делаю хвостики у всех маленьких ягодок. Вот такая милая веточка получилась. Чтобы края листочков немного заворачивались, я подкладываю под них кусочки салфетки. И прямо так отправляю запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. Пока запекается эта веточка, можно сделать еще несколько. Теперь я делаю веточку без листочка. Она делается абсолютно точно так же, только она не наложена на листочек. То есть я сначала делаю центральную ветку, прикладываю к ней отвепление маленькие палочки. И также на каждую эту маленькую палочку сажаю по ягодке. Мне кажется, что когда вы насаживаете каждую ягодку на отдельное ответвление, на отдельную палочку. Гроздь смотрится более реалистично и похожа на настоящую. Делаю одну большую гроздь, вторую гроздь поменьше. И к маленькой гроздочке я решила присоединить еще и маленький листочек. Я его немножечко загибаю, как будто бы он лежит рядом с этой смородинкой. Здесь точно так же я сделала пимпочки у смородинки из золотой полимерной глины. Отправляю ягодки запекаться. Чтобы сделать красную смородину, нужно смешать красную и полупрозрачную полимерную глину Фима. Причем прозрачную вы берете больше, а красную меньше. Так она сохранит вот эту прозрачность. Из этого смешанного цвета я катаю много ягодок. Не запеченные они смотрятся розовые. Но не пугайтесь, цвет изменится после запекания. Здесь собираю веточки абсолютно точно так же, как и с черной смородиной. Я решила сделать тоже веточку на листочке и веточки отдельно. Только здесь у меня веточка на листочке поменьше. Я беру маленький листочек, накладываю на него большую гроздь. Чтобы она даже выходила немножечко за края листочка. Делаю также отдельные грозди и отдельные ягодки. Чтобы их можно было просто положить на стол, как будто бы это просто отдельные ягодки. И отправляю запекаться. Посмотрите, после запекания цвет стал более ярким. Он полупрозрачный. И грозди снимаю со стекла при помощи лезвия. Как будто бы срезаю их со стекла. Получается вот такая миниатюра. Чтобы сделать белую смородину, я смешиваю прозрачную полимерную глину и кусочек бежевой пластики. Потому что белая смородина скорее такого бежевого желтоватого цвета. И точно так же собираю грозди на листочке и в отдельности. Я на листочек прикладываю палочку. К ней дополнительные палочки. И отдельно тоже я кладу центральную палочку. И накладываю боковые. Все это соединяю ягодками. И то же самое пимпочки у ягодок смородинки делаю из золотой полимерной глины. К одной из веточек я присоединяю маленький листочек. Чтобы смотрелось очень-очень мило. Мне кажется, что с листочками веточки смородины смотрятся намного интереснее. У меня также остались еще не запеченные листочки, которые я делала. Их я также запекаю в отдельности. Чтобы края листочков не были плоскими. А как будто бы слегка загибались, как настоящие листья смородины. Я под почти все краешки подкладываю кусочки бумаги, которые не дадут им прилипнуть к поверхности стекла. И отправляю запекаться. И в результате у меня получилась целая гора вкусных ягод смородины. Здесь черная, красная, белая. Смородинка на веточках и отдельно. А также милые маленькие листочки. Пиши в комментариях, понравилась ли тебе моя миниатюра. И какую смородину ты любишь больше всего. А может быть ты ешь ее только в виде варенья. Ставь лайк, если нравятся мои идеи. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого вкусного настроения. Пусть ваши ягодки будут самыми сладкими. До новой встречи в моем новом видео.